Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Москве на конференции министров иностранных дел при Каспийских государствах. Эта встреча важный этап подготовки, предстоящего в сентябре в Астрахани 4-го Каспийского саммита, в котором примут участие главы всех государств Каспийской пятерки. Руководство наших стран неизменно уделяет особое внимание проблематике Каспия. Нас объединяет стремление обеспечить мирное, стабильное и предсказуемое развитие Каспийского региона, благополучие и процветание наших народов, которых связывают проверенные временем узы дружбы и добрососедства. Такой подход пользуется широкой поддержкой общественности при Каспийских государствах. Залог успеха наших действий – высокий уровень и качество сотрудничества в рамках пятерки, для которого характерна атмосфера конструктивного и взаимоуважительного диалога. За прошедшие годы удалось сформировать насыщенную договорно-правовую базу, накопить богатый опыт решения возникающих вопросов путем переговоров на основе равноправия и учета интересов друг друга. В этом году интенсивно развивается политический диалог, в том числе на высшем уровне, многоплановые взаимодействия по линии министерств и ведомств наших стран. Расширяются связи между бизнес-сообществами, контакты в гуманитарно-культурной области. Хорошо зарекомендовали себя постоянно действующие пятисторонние площадки, имея в виду специальную рабочую группу по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне наших заместителей, комиссию по водным биологическим ресурсам, координационный комитет по гидрометеорологии, конференцию сторон рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. По итогам состоявшегося в 2010 году в Баку третьего Каспийского саммита, наши президенты поставили ряд конкретных задач. В сфере правового статуса Каспия выработать параметры делимитации акватории. В области безопасности приступить к реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. В сфере рыболовства, ввиду критического состояния популяции осетровых, создать механизм введения моратории на их лов и повысить статус соответствующей профильной комиссии. Сегодня мы обсудим ход реализации этих поручений, наметим основные направления приложения усилий. Однако уже сейчас очевидно, что общая для всех нас Каспийская повестка дня диктует необходимость дальнейшего укрепления механизмов взаимодействия, о возможной создании новых площадок в интересах повышения эффективности коллективной работы. Рассчитываю на плодотворную дискуссию. Благодарю вас за внимание.